Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам сгор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. А бедных россиян посчитают по-новому. Минноэкономразвитие предложило внедрить новый подход к учету уровня бедности в России. По инициативе ведомства для повышения качества статистики бедности в России с 2020 года Росстат будет сверять показатели с учетом данных Федеральной налоговой службы и ПФР. Цель нововведения и повышения качества статистики бедности в России. Для реализации планов потребуется 1 миллиард 300 миллионов рублей. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми. Изучать бедность. Ученые. Академики ран, твою мать. То есть 1 миллиард 300 не на поддержку бедным, а на то, чтобы их пересчитать? Вы придумали, как бороться с бедностью? Нет, намного лучше. Мы придумали, как повысить качество статистики бедности. Отлично. Нате вам на это благородное дело 1 миллиард 300. Иногда мне кажется, что каждый раз, когда они выделяют деньги на такие исследования, вот именно на эту сумму и становится больше бедных в России. В этой стране давно пора бороться с сомнительными богачами, тогда и бедность исчезнет сама собой. Ария новостей. Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложение по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Короче, говорит, найдите способ, как заставить бизнес доверять правоохранительным органам. И каким же способом? Видимо, силовым. Вот завтра с утра они и пойдут с обысками искать доверие. А вы нам не доверяете? Тогда мы вас посадим. Чую я, скорее всего, доверие станет просто дороже. Да, МВД и доверие бизнеса. Три несовместимых слова в одной новости. Предлагаю разработать новый закон о доверии бизнеса к правоохранительным органам. С неуважением к власти прокатило, здесь тоже должно все четко сработать. Глупее поручения, конечно, не придумаешь. Это тот случай, когда в борделе нужно менять не только путан, но и мебель тоже. Вы еще лисам поручите разработать план по повышению доверия к ним в курятнике. Мединский раскритиковал фильм Джокер. Министр отметил, что лично ему фильм не понравился. При обращении в Минкультуру у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку, добавил он. Глава ведомства заявил, что эта картина вызвала у него негативные эмоции. Говорит, и раньше смотрел другие марвеловские комиксы минут по 10, но они такого негатива не вызывали. Стоит отметить, что общие сборы картины на данный момент превысили 853 миллиона долларов, а сняли картину за 55 миллионов долларов. Зато ему нравится финансировать говно, которое проваливается в прокате. Положительные эмоции у Мединского вызывают российские фильмы, которые никто не смотрел. Я так понимаю, фильм Джокер хороший. Даже вот Мединскому не понравился. Надо смотреть. Да и это, если под 10 минут смотреть фильм, то мало что в принципе может понравиться. Хотя он походу просто смотрел рекламу в начале каждого сеанса перед самим фильмом. Причем рекламу российских фильмов. К сожалению, российские фильмы тоже за 10 минут можно оценить. Хотя и обложки иногда хватает. Или названия. А иногда просто актерского состава. Вот, например, фильм «Бесславные придурки». С самой конченной обложкой, которую я когда-либо видел. На него Минкульт выделил более 25 миллионов рублей. А посмотрели фильм? 230 человек. Когда же он поймет, что лучше иногда просто промолчать, чем говорить такую ахинею, тем более в свете последних событий? Кстати, мне еще интересно его мнение о фильме «Защитники». Что его так впечатлило для господдержки этого говна? И, кстати, что он скажет по поводу вот этой новости? Половину фильмов, которые с 2015 года финансировала Минкультура, почти никто не увидел. Речь идет о 80 фильмах, на которые в общей сложности было выделено из бюджета почти 2 миллиарда рублей. 50 из этих фильмов посмотрели не более 10 тысяч зрителей каждый. А у 30 картин в прокате не было и 1 тысячи зрителей. Отмечается, что Минкульт и Фонд кино каждый год выделяют на отечественное кино порядка 5 миллиардов рублей. Джокер ему, видите ли, не понравился. Ты фильм видел? Не, и я не видел. А он есть. Не, вы понимаете, в какой заднице наше кино? Когда фильмы Министерства культуры больше смотрели на Ютьюбе у Бэткомедияна, чем в кинотеатрах. Поэтому я предлагаю вот какой вариант. Когда выйдет еще один российский фильм, сразу передайте его Бэткомедияну, чтобы он снял на этот фильм обзор. Потом покажите этот обзор в кинотеатрах. Дальше. Отец сдал анализы за сына, ТАСС. Полковник Росгвардии, отец водителя, устроившего массово ДТП в центре Екатеринбурга, в котором погибли два человека, сдал за него анализы на экспертизу. Эксперты установили, что матча, которая пришла на исследование после ДТП, принадлежит не его виновнику Владимиру Васильеву, а отцу молодого человека, полковнику Росгвардии. Известно, что сразу после ДТП Васильев позвонил отцу, и тот приехал к нему. Они были вместе и в какой-то момент могли совершить подмену. Отец не засал и за сына поссал. Ну хоть батя чист. А экспертиза показала, что полковник Росгвардии не является виновником ДТП. Куда катится мир? Правоохранитель уже и мочу подкидывают. А так молодец папаша. Своего сынка причиндалом зачал, потом этим же причиндалом спасал. А ведь героический поступок. Даже представить себе не могу, как у него смелости-то хватило отлить в пластиковый стаканчик. Не каждый Росгвардиец на такое отважился бы. Ведь если бы задел причиндалом стакан, мог бы причинить себе сильную физическую боль. Вот она, любовь отцовская. Да, такие новости уже не удивляют. Надеюсь, посадят обоих. И надолго. Мэр Краснотуринская заявил, что город лишился инвестиций на 300 миллионов из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин, кандидат от Единой России, набрал невысокий процент на довыборах в Госдуму. Я понимаю, что была хорошей погоды. Я понимаю, что все копали картошку. Но вот мы покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год. Из 368 миллионов нам оставили 68, добавил мэр. Глава напомнила о предстоящих выборах 17 мая 2020 года в Заксобране Свердловской области. Если мы голосуем точно так же или еще хуже, то мы ничего не получаем, пояснил он. Шипулин был избран в Госдуму в сентябре. Спортсмен набрал 41% голосов по Свердловской области. Вот дает. Так глаголил, будто сам лишился 300 лямов. Хотя, может, так и есть. Да, шантаж выходит на новый уровень. Так и сказал мэр. Не будут брать лотерейные билеты, которые никогда не выигрывают. Отключим газ. Уже в наглую говорят, что будете получать ваши деньги, только если будете поддерживать нас. Да и можно подумать, что есть разница между 68 и 368 миллионами. Жителям что есть 300 лямов в бюджете, что нет. Поэтому копают картошку. Деньги еще неизвестно, выделили бы или нет. И неизвестно, на что были бы потрачены. А картоха на зиму есть. Вот. Но особенно понравился вывод. Во всем виновата хорошая погода. Была бы плохая погода, и все бы у нас было зашибись. Неплохо так Шипулин влился в коллектив ядра сни. Он еще до власти-то толком не дорвался, а народ уже без бабла оставил. Ну, по словам мэра, конечно. Но так-то в ответ краснотуринцам, по логике мэра, нужно перестать платить налоги и послать власть нахрен. Ибо их кандидат не прошел. Дальше. Голикова признала неудачную оптимизацию медицины в российских регионах. Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем, заявила Голикова. В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру поликлиники и больниц системно никто не тронул с конца 50-х годов. Также, состояя медицинских учреждений, оценил и первый зампред правительства министра финансов Антон Силуанов. По его словам, а тема не решалась годами. 90-е теперь не виним, значит. Теперь виним 50-е. Все виновны, но только не они. Нужно поднять зарплаты чиновникам, чтобы усилить их мотивацию решать эту проблему. Также предлагаю выделить 15 миллиардов на изучение этой неудачи. Да, неудачно. Такое впечатление, будто она толкает речь о неудачной покраске забора. Или, может, посыл Голиковой был в том, что не везде еще в регионах уничтожено здравоохранение. Через 100 лет школьники будут изучать по истории нашествие хана Батыя наравне с нашествием нынешнего правительства. А историки будут ломать голову, кто больше навредил нашей стране. Татаро-монголы или ведьмы типа Голикова и Скворцова вместе с их патронами. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся с забугор, так сказать, забугоровости. Поехали. Ария новостей США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер. В свою очередь Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. «Мне нравится нефть, мы сохраняем нефть», — пояснил Трамп. Да-да, из той серии американские геологи обнаружили над крупными залежами американской нефти какую-то арабскую страну. Похоже на оправдание гопника, снявшего шубу с прохожего в подворотне. Снял, чтобы другие не украли. Когда ты приносишь демократию, можно вынести немножко нефти. И пофиг, что тебя вообще никто не звал. Эти месторождения в свое время контролировал Багдадий. Как видите, теперь эти нефтяные поля по наследству перешли родителям. А наше министерство глубокой озабоченности уже озвучило очередной грозный спич. Шевелюрный ход честным оказался, в отличие от своих предшественников, которые трындели от демократии. Так и сказал, это наша корова, и мы ее будем доить. Дальше. Власти Дании выдали разрешение на прокладку в своей экономической зоне газопровода «Северный поток-2». Сообщается в пресс-релизе на сайте датского энергетического агентства. Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку-2». «Это вопрос геополитический, я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», заявил Зеленский. Последняя надежда, что трубопровод Мосфильмовский. Да и вообще дно илистое, вода мокрая, труба утонет, газ замерзнет. Шумерская логика. Поставка газа в Европу через «Северный поток» ослабляет Европу, а через Украину усиливает Европу. Видимо, газ с севера будет холодный, а с юга – теплый. В любом случае, с такими весь мир с нами и враги не нужны. Датчане поняли, что танкеры с кипятком из Пенсильвании зимой для них обойдутся дороже, чем российские газы из Германии. Решили лучше денежку получать, чем просто так изображать солидарность непонятно с кем. Да еще и Россия не собирается отжимать Гренландию, в отличие от кого-то. А после того, как Трамп кинул курдов, гамлеты подумали, ну его нафиг с русскими бодаться при таких-то союзниках. Дальше. Украина выиграла от ситуации с выдачей Дании разрешения на строительство «Северного потока-2». Такое мнение высказал автор статьи для немецкого издания Die Welt. Как утверждается в статье, Москва понесла убытки из-за реализации проекта, и в этом есть заслуга Шумерии. Главное всегда делать вид, что так и было задумано, даже если ты просто наложил штаны. Сусиды, эти немцы вас назвали лохами. Они еще и издеваются над вами. Не бухтите, говорят, мол, это такая перемога, говорят. И еще пару таких побед, и Шумерия просто вымрет. В следующий раз Die Welt, наверное, напишет, что самую большую выгоду и перемогу Украина получила, когда от нее ушли Крым и Донбасс. ИГ, запрещенная в России организация, выбрала нового лидера Ария Новости. Новым лидером стал Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураши. Об этом сообщает Рейтер. Да что ж такое, опять США надо спецоперацию проводить. Теперь и за этим будут лет пять гоняться. Восемь вертолетов отправлять, спецназ отправлять. Кураж, видимо, отбивался как мог. Но американцы настояли и назначили. Обычные кадровые перестановки. Да, избрали. У них там что, еще и выборы проходят? Оппозиция сколько набрала? Инаугурация будет? Наблюдатели об ССЕ были? И вообще явка была достаточная, чтобы США и НАТО признали выборы легитимными? Да, в новых реалиях вечно можно смотреть на четыре вещи. Как американские президенты грохают очередного Багдани. Как шумеры в ЕС вступают. Как Британия выходит из ЕС. Ну и импичмент Трампа. Как-то так. В общем, на этом все, дорогие мои. И если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках. Здесь информация, готовящаяся о выпусках, ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!